На портал Экзегет поступают вопросы, мы стараемся на них ответить. Где-то читал, что нельзя покупать, то есть имеется в виду вещи, предметы, быты и так далее, заниматься рыбалкой, охотой, воскресные и праздничные дни, якобы это грех. Почему это так? Это, в общем-то, такое распространённое мнение, что нельзя ничем заниматься, и оно, естественно, тоже имеет своё основание в Священном Писании. Мы знаем с вами, что Господь творит этот мир в течение недели, шесть дней он творил, а седьмой недел Бог почил от дел своих, посмотрел на всё, что он сделал, добро есть, сказал, хорошо это, и почил от дел своих. И в пример именно этой заповеди Моисей повелевает израильскому народу, естественно, через Моисея это делает Господь, что в Четвёртой заповеди мы это читаем с вами, чтобы мы посвящали седьмой день недели Господу Богу. Господь заботится о каждом человеке, человек действительно должен отдыхать. Господь имеет на это право позаботиться о нас, от всяких дел нас, в общем-то, отстранить, потому что мы его творения, он знает нас лучше, чем мы знаем сами себя. И это как бы условие нашей с вами продолжительности жизни, нашего с вами здесь бытия в этом мире для, в общем-то, будущей жизни. Что же такое седьмой день Господу Богу? Для нас, христиан, седьмой день – это день воскресный, когда мы его посвящаем именно на, можно так назвать, дела божественные. Мы становимся соучастниками божественной литургии, то есть таинства Евхаристии, когда мы сподобляемся принятия тела и крови Христова в этот день. Мы становимся соучастниками и тех событий, которые, в общем-то, нами не были запланированы. По этому вопросу очень замечательно сказал как-то митрополит Феогност. Его спросили, владыка, невозможно ничего не делать воскресный день. Как же быть-то в этом случае? И богомудрый митрополит Феогност сказал очень интересную формулу, которую я советую придерживаться и всем нам с вами. Не планировать на воскресный день никаких дел. Но если вас куда-либо позвали, сказали, вот надо там пойти и помыть полы какой-либо там бабушки, вот надо навестить родственника в больнице, вот надо ещё что-либо такое сделать, доброе дело какое-то, надо встать и идти. И это уже не будет считаться как бы нарушением заповеди, потому что на добрые дела, на любовь мы с вами сотворены. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.